Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях председатель территориальной избирательной комиссии, сокращенно ТИК, города Люберцы Анатолий Викторович Трубников. Здравствуйте, Анатолий Викторович. Здравствуйте, Николай. Естественно, мы будем говорить о выборах, которые совсем скоро, в течение трех дней, будут проходить на территории Российской Федерации, и, кстати, за ее пределами тоже, там, где будут они организованы, где была возможность их организовать. Но, как вы понимаете, сегодня день особый, два мужчины сейчас находятся в студии, и при всем уважении к политическим, экономическим вопросам мы решили начать нашу программу сразу с поздравления, потому что 8 марта на дворе, вот, давайте вам предоставлю такую замечательную возможность. Спасибо. Крайняя камера, можно обратиться к нашим дамам. Спасибо, Николай. Дорогие наши женщины, от лица всей команды территориальной избирательной комиссии города Люберцы поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам, самое главное, здоровья и простого женского счастья. Вы у нас самые лучшие, мы вас любим, у вас обязательно все получится. Ну, вот такое приятное начало, а теперь от лирических и романтических, что всегда с нами, слава Богу. Я поздравлю вас в финале, чтобы закольцевать нашу историю. Ведь, по большому счету, выбор – это действительно выбор некого направления жизни, деятельности, какого-то будущего, будущего твоего, твоей семьи, твоих родных и близких. Поэтому это вопрос тоже и политический, и экономический, и тоже, если хотите, вот такой лирическо-романтический, потому что впереди очень много событий, и мы видим, что происходит сейчас. Но сегодня мы будем говорить не о политике, мы сегодня будем говорить о технологии наших выборов, как все будет происходить, потому что вопросов уже поступает очень много. Итак, сегодня 8 марта, и, естественно, такой вопрос, который я хочу адресовать Анатолию Викторовичу, на каком этапе выборов мы сейчас находимся? У нас сейчас идет полным ходом подготовка к самому важному времени в этих выборах, а именно 15, 16, 17 марта – это непосредственно день голосования. До этого какие у нас были этапы? Так вот, например, кандидаты проводят агитационную работу. Еще и имеют право проводить. Имеют право, да. Имеют право проводить до 23 часов 59 минут 14 марта, то есть последний день перед первым днем голосования. То есть 23.59 все кандидаты должны умолкнуть, и начинается время тишины. Ну, там начинается 8 часов тишины, потому что первый день голосования, 8 утра, 15 марта, все избирательные участки на территории Российской Федерации, в том числе у нас в Люберцах, откроют свои двери и предоставят возможность проголосовать избирателям, которые воспользовались такой формой голосования и пришли непосредственно избирательный участок. Мы же, в свою очередь, проводим иную работу. Мы получаем технологическое оборудование, например, у нас в этом году на многих участках будут стоять новые кабинки для голосования, новые ящики для стационарного голосования. Мы принимаем так называемые КАИБы, это комплексы обработки избирательных бюллетеней. Это вот сейчас вы находитесь в этом процессе, да? Это сейчас, да, вот как раз непосредственно этим занимаемся. Тестируем все оборудование, чтобы никаких сбоев в момент, в дни голосования не происходило. Я так понимаю, сейчас вот идет формирование, собственно говоря, избирательные комиссии, они работают уже, да? То есть уже проходят какие-то, ну там, в школах или в других местах, где организованы. То есть эти участки уже существуют, они работают? Смотрите, значит, отдельные члены участковых избирательных комиссий начали работать еще с конца января, когда стартовал проект под эгидой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации под названием Inform Week. Так. Цель этого проекта – дойти до каждого избирателя в нашей стране и рассказать ему о предстоящих выборах. Конечно. Во-первых, это рассказать о кандидатах, зарегистрированных, которые баллотируются. Это рассказать о формах голосования, мы к ним еще вернемся. Конечно. Конечно, и рассказать о времени и местах для голосования. То есть о том, что это 15, 16, 17 марта будет проводиться непосредственно голосование с 8 утра до 8 вечера по местному времени. А вот как получается, давайте сразу скажем, вот 15 числа человек может проголосовать с 8 до 20 или с 8 до 27 марта? Перерывы ночные будут? Все зависит от того, какой формы голосования решил избиратель воспользоваться. Хорошо. Тогда мы чуть-чуть позже сейчас к этому вернемся, прям расскажем всю схему. Итак, на сегодняшний день идет формирование оборудования и, скажем так, сборка избирательных участков, тех самых, куда люди придут, что называются, ногами. Конечно. Теперь, работа вот на сегодняшний день, начиная там с 8 марта до последнего, что-то еще успевают там сделать кандидаты или какие-то еще должны быть проведены события? Ну, что будут делать кандидаты, я так полагаю, что они будут агитировать, заниматься... До конца, до того времени, как вы сказали. То есть, реализовывать свое право на предвыборную агитацию. Мы предвыборной агитацией не занимаемся, мы информируем население о грядущих выборах. Опять же, время, место голосования, форма голосования. Плюс наглядная агитация еще, наверное, сюда ходит. Размещение информационных материалов. Вот, например, вчера, 7 марта, наши члены участковых избирательных комиссий окончили как раз проводить информирование населения путем поддомового обхода. Задача стояла амбициозная, но команда у нас профессиональная, мы со всеми поставили задачи и справились. Значит, что была задача? 699 членов участковых избирательных комиссий, начиная с 27 января по 7 марта, прошли все домовладения на территории городского Курголюберца. Также все квартиры на квартирных домах. Если избирателя, хозяина, собственника не оказывалось дома, ему, во-первых, информационный лифлет в почтовый ящик опускали, во-вторых, оставляли информационный материал, вешали его на дверную ручку. То есть максимально дали возможность, что даже если человека нет, то он приходит и у него что-то есть? Конечно. Если человека нет, информацию до него все равно доведем. Так или иначе. Вот вернемся к членам избирательной комиссии. Это те самые члены избирательной комиссии, которые потом будут находиться на участках, верно? Конечно. А когда они стали членами избирательной комиссии? Давайте напомним. Все по-разному. На момент формирования участковых избирательной комиссии у нас есть определенные резервы, есть определенная технология, по которым участковые избирательные комиссии формируются. Опять же, это обязательно. Что нужно для этого? В первую очередь, воля изъявления самого члена участковой избирательной комиссии. Это оптимизм жизненный, это активная гражданская позиция. Все документы соответствуют. Соответственно, все документы члены участковой избирательной комиссии должны соответствовать определенным критериям и не должно быть каких-либо ограничений. У нас членами участковой избирательной комиссии не могут быть судьи, прокурорские работники и прочие отдельные категории граждан. Не могут, конечно. Интересно. Также граждане, имеющие судимость по разным статьям. Это понятно, да. Скажите, чаще остаются те, которые, как всегда, либо меняется состав участников? Меняется состав участников, но, скажем так, с небольшой дельтой. То есть костяк остается. С небольшой дельтой костяк остается. И благодаря этому у нас, кстати, очень хорошо работает механизм правоприемственности передачи опыта, когда более опытные члены участковой избирательной комиссии быстрее встраивают молодого специалиста, скажем так, в свои ряды. И он уже надлежащим образом исполняет свои обязанности. Сразу скажу, что во второй части мы как раз расскажем всю схему по поводу, куда прийти, какие виды голосования. И еще такой важный момент, что будет после выборов, потому что мы должны напомнить, что как, куда отправляются голоса, как, кто, значит, пришел с паспортом ножками, кто проголосовал, значит, в онлайне, в дистанте, как угодно называйте это. Обо всем этом мы поговорим во второй части. Но сейчас о персональных, все-таки я возвращаюсь, ну, это дело персональное, а мы понимаем, что, по крайней мере, государство настроено на то, чтобы провести выборы максимально прозрачно, да, то есть в соответствии со всеми правилами. Много вообще таких правил? И вы, как человек, который отвечает вот сейчас, да, за подготовку и за проведение, насколько тяжел груз этой ответственности, что где-то что-то может пойти не так? Потому что, насколько я знаю, если член избирательной комиссии поведет себя, ну, мягко говоря, некорректно, то это даже до уголовного дела может дойти. Есть и такое, к счастью, у нас такого пока что в части уголовных дел не было. Так. Действительно, вы совершенно верно сказали, что устанавливаются определенные правила. В законе они называются принципами. Принципами избирательного права они прописаны в 67-м федеральном законе. Значит, основополагающие принципы, это принцип открытости, принцип прозрачности, принцип гласности всех избирательных электоральных процессов у нас. Так вот, данные принципы обеспечиваются следующим образом. У нас всего 173 участковых избирательных комиссии, то есть у нас 173 избирательных участков на территории городского округа Льюберса. 173. 173. Так. Совершенно точно. На 44 из них будут установлены КАИБы, это комплексы обработки избирательного бюллетеня. Ну, то есть такая быстрая версия, да? Это, знаете, это сверху на ящик для голосования, скажу проще, устанавливается некий сканер, через который пропускается бюллетень, он считывает отметку за кандидата, проставленную избирателем, и автоматически все уходит. Там достаточно несколько кнопок нажать в самом конце, и он выдает в автоматическом режиме протокол. То есть не надо делать так, вот так, значит, этот сюда, этот сюда, этот сюда. Совершенно нет. Совершенно точно. Хорошо. Да, 44 КАИБы на территории городского округа Льюберса будут использованы. Вот тут пока мы сразу же вопрос такой обязательно. А он правильно будет считывать информацию? Он правильно. Можно подкрутить как? Его подкрутить абсолютно невозможно. Имеется специальная степень защиты, об этом лучше рассказывать, конечно же, программисты. Мы знаем то, что это невозможно. Но он принят в цикл. Да, многие пытались сделать это, ни у кого не получалось. То есть даже в тестовых режимах, если кто-то вдруг может нарушить, скажем, алгоритм подсчета голосов, ну, этот человек, наверное, будет достойен Нобелевской премии. У нас в этом плане все очень даже защищено. Итак, с КАИБами мы разбираемся. 44, да? 44 КАИБа. Далее. Принцип открытости. Значит, на избирательных участках в городском округе Льюберса будут установлены 144 камеры. Даже не камеры, а на 144 избирательных участках будут установлены камеры, предоставляемые компанией Ростелеком. Соответственно, они будут транслировать в режим реального времени видеокартинку с происходящим на избирательном участке. Они будут нацелены на, значит, ящики для голосования. И общий план это, ну, где работает комиссия. Скажем так, на спорные зоны, да, где могут произойти какие-то нехорошие события. Где, возможно, нехорошие события, возможно, провокации, еще что-то. Это потом поможет в дальнейшем, если что-то случится, разобраться, как оно было на самом деле. А кто смотрит в камеру? Это ограниченный круг лиц, это вышестоящие избирательные комиссии, вплоть до центральной избирательной комиссии Российской Федерации. И заинтересованные лица могут получить видео, уже позже, видеоролики с любого такого избирательного участка в определенный промежуток времени. Это получается, сколько, если в процентах, вот если взять все избирательные участки городского округа, сколько примерно в процентах будет с камерами? Это порядка 80%. Порядка 80%. И еще у нас есть один инструмент, о нем знают все. Это наблюдатели. Это наблюдатели, которые будут приходить во время голосования в избирательные участки, находиться в отведенном председателем участковой избирательной комиссии месте и наблюдать за ходом процесса голосования. Наблюдатели самые разные. То есть это не то, чтобы какие-то люди от одного кандидата. У нас наблюдатели могут выдвигать каждый из зарегистрированных кандидатов, а также субъекта общественного контроля, к которым относятся, во-первых, общественная палата, Российской Федерации, и во-вторых, общественная палата Московской области. Они могут направить не более трех наблюдателей на каждый избирательный участок, но одновременно может там находиться не более одного наблюдателя. То есть три наблюдателя, самый простой алгоритм, и как это показала уже практика, когда один осуществляет свои полномочия в пятницу, второй в субботу, третий в воскресенье. То есть по дню на каждого. Ну и опять же, кто-то может заболеть, вот можно подменять. Ну и перед тем, как мы уйдем на перерыв и уже переступим, как вообще будет процедура в три дня проходить, давайте еще такой немаловажный вопрос. Это когда, и тут тоже много у скептиков появляется вопросов, когда кто-то не может прийти на выборы, не может проголосовать дистанционно. Вот видишь такой вариант? Есть. То есть обход этих граждан, какой-то список будет составлен, когда он составлен, или он уже составлен, как это работает? Как правило, это наши старшие граждане, которые в силу своих особенностей, может быть, не совсем электронным устройствам доверяют, будь то смартфон или планшетный компьютер, ноутбук и иные устройства. И не всегда здоровье позволяет выйти из дома и дойти до участкового избирательного участка. У нас есть такая форма голосования, как голосование на дому. Так вот, в рамках реализации проекта InformaWeek, когда наши члены участковых избирательных комиссий ходили по квартирной, информировали о выборах, они получали от граждан обратную связь о том, что, например, если это человек-инвалид, неходячий, либо если избиратель находится в режиме ухода за другим больным, и его нельзя одного оставлять на какое-то протяжительное время, конечно, значит, члены участковых избирательных комиссий данные фиксируют, и потом запрашивают подтверждение. Смотрите, дело в том, что по закону заявление о голосовании на дому можно начать принимать за 10 дней до первого дня голосования. Соответственно, если кто-то в феврале, например, или даже в конце января такое заявление оставил, оно... Пока еще не имеет юридической связи. Конечно, оно принято к сведению. И человек может передумать, да? Может передумать, оно принято к сведению, обязательно потом этим гражданам перезвонят. А, вот так. Конечно, мы обязательно перезвоним и поинтересуемся, всели ли его, скажем, такое волеизъявление проголосовать на дому. Если действительно причина, по которой он не может явиться на участковый избирательный участок, не отпали, тогда мы к нему придем. Хорошо, сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что в гостях у нас председатель территориальной избирательной комиссии города Люберцы Анатолий Викторович Трубников. Мы поговорили вот прямо очень так, скрупулезно, да, какие возможности. Ну, а дальше сама схема, что будет после того, как закроются избирательные участки. Ну, и еще некоторые такие, ну, я думаю, даже не провокационные вопросы, а всегда, как я их называю, скептические. Кто там, что там, как можно что-то подложить, как можно неправильно бюллетень, как можно его испортить и так далее. Об этом будем говорить во второй части. Дождитесь продолжения. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что в гостях у нас Анатолий Викторович Трубников, председатель ТИК, территориальной избирательной комиссии города Люберцы. Так правильно называется эта организация, которая обеспечивает, ну, скажем так, технологию проведения всего избирательного процесса в родных Люберцах. Вот такой тоже вопрос для людей, которые еще в чем-то сомневаются, что можно же настать так, ну, да, все люди, я имею в виду конкретно сейчас мы пока о дистанции не говорим, что каким-то образом вдруг в этот момент времени не оказалось ни одного наблюдателя. Кто-то вышел в туалет, кто-то пошел поесть, кто-то пошел подышать. Вот такой момент может быть или, как правило, все-таки кто-то находится, чтобы вот в этот момент, там, где особенно нет камеры, не произошла какая-то неприятность. То есть, к зрению избирательного права. Ну, мы с таким не сталкивались, потому что, поскольку наблюдатели от разных политических сил, они каждый заинтересован в чистоте электорального процесса, потому что каждый уверен, во всяком случае, верит и надеется... Люди, подобранные там соответствующие... Да, соответствующие идеологии. Они верят и надеются на победу своего кандидата. Вот. Поэтому, вот так, чтобы не было вообще ни одного наблюдателя, мы с таким не сталкивались. То есть, вот чтобы совпали все условия, отсутствие наблюдателей, отсутствие видеонаблюдения, с таким не сталкивались. Но, опять же, наблюдатели заинтересованы в том, чтобы находиться на месте. Некоторые из них договариваются между собой, что вот я сейчас отойду, потом ты отойдешь. Вот вместе отходить не будем. Хорошо. Технический такой вопрос, это еще я не говорю про так называемые атаки, которые в интернете происходят. Например, вдруг свет выключился на избирательном участке. Ну, может же такое произойти? Это тоже как-то под контролем находится, входит в обязанности тех, кто обслуживает выборный процесс. Если вдруг на избирательном участке отключилось электричество, у нас предусмотрены резервные мощности, это генераторы, МЧС нам помогает в этом тоже предоставляет. Все будут в этот день, в эти три дня немножко напряжены? Все будут напряжены, все будут дежурить, все будут находиться на своих рабочих местах и в самое короткое время они будут осуществлять свои прямые обязанности по поддержанию, в том числе энергоснабжения. Кроме того, хотел добавить, что у нас практически большинство избирательных участков находится в зданиях школ. Это современные школы, современное оборудование, современное электротехническое оборудование. Поэтому такого за редким исключением где-то случается, но это в виде исключения из правила. И реагируем мы достаточно быстро на это. Кроме того, добавлю, что поскольку у нас на 44 участках применяются КАИБы, это комплексы обработки избирательных бюллетеней, они являются по себе электронные устройства и им необходимо питание электрическое. Соответственно, предусмотрены меры по дежурству рядом с такими избирательными участками. Поэтому, если электричество гаснет, то уже включаются резервные мощности и мы быстро подаем питание. А если КАИБ сломался? Если КАИБ сломался, у нас для этого случая предусмотрен резервный ящик для голосования. Уже обычного? Уже обычного, да. Там можно просто потом, когда КАИБ будет отремонтирован, потому что у нас есть технические специалисты, которые также оперативно приедут и все сделают. В присутствии наблюдателей, в присутствии членов участковой избирательной комиссии, в присутствии аккредитованных сотрудников средств массовой информации из-за резервного ящика бюллетени будут также пропущены через КАИБ после его восстановления. Восстановление к работоспособности, конечно. Скажите, пожалуйста. Итак, 15-е, 16-е, 17-е. Все открывается 8 утра 15 марта. Совершенно верно. 8 утра 15 марта – это общий российский старт для голосования, но по местному времени. А у нас много часовых поясов. Поэтому наши сограждане с Хабаровского края начнут голосовать раньше, чем мы. Так. А закрываются? Каждый день закрывается или никто же не придет в 23 часа, например, голосовать 15 марта? Перерывы будут? Перерывы будут. У нас голосование проводится в течение трех дней, 15-го, 16-го, 17-го, с 8 утра до 8 вечера. Потом закрывается? На ночь закрывается, ставится под охрану. Вот это очень важный вопрос, потому что есть ощущение, что именно ночью, под покровом ночи, кто-то приезжает, тихонько открывает. Никого же нет вроде бы как из наблюдателей. И начинается самое неприятное. А я расскажу, как это работает. Значит, давайте спрогнозируем. 15-го марта 20.00. Так. Избирательный участок закрывается. После этого приглашаются все наблюдатели, члены участковых избирательных комиссий, и переносят бюллетени из ящика для стационарного голосования в сейф-пакеты. Сейф-пакет – это большой такой пластиковый пакет, который можно закрыть только один раз. Его один раз закрыли, при помощи индикаторной ленты, если в него был какой-то несанкционированный доступ осуществлен, это будет сразу видно. Поэтому далее составляется акт, в котором прописывается номер этого сейф-пакета, и каждый сейф-пакет имеет уникальный идентификационный номер. На этом сейф-пакете может также расписаться любой желающий из участников избирательного процесса, то есть это любой из наблюдателей по его желанию, и члены участковых избирательных комиссий. Потом, когда утром этот пакет, или вернее, 17 марта. Они расписываются на пакете, могут расписаться, могут и также расписаться на акте, и могут получить копию акта. Когда они приходят 16 марта в 8-й утранный избирательный участок, они могут посмотреть этот пакет. Имеется ли какое-нибудь в нем нарушение, надрыв, надрез, еще что-то. То есть осмотреть, сопоставить номер, который на сейф-пакете, и номер в акте, копию которого они могли получить, сопоставить также свои подписи, которые они имели возможность оставить. Поэтому сохранность бюллетеня гарантирована такими мероприятиями. То есть нельзя переклеить конвертик так, чтобы никто не заметил. Абсолютно это невозможно. Хорошо, тогда, коли мы сейчас в моменте возможных нарушений, мы знаем, да, если мы не берем КАИП, мы уже обсудили, да, если он там вдруг сломался, вброс какого-то большого количества непонятных бюллетеней один человек производит. Это возможно или невозможно сегодня? Ну, смотря, кто этот человек есть. Если это человек-провокатор, а по большому счету преступник, который пришел с улицы, получил один бюллетень, как положено, отправился в кабинку для голосования, и там пачку каких-то, может быть, от ксерокопированных... Ну, и как вы это увидите, что он бросил? Ну, во-первых, у нас ящики для стационарного голосования находятся в поле зрения сразу членов участковой избирательной комиссии. То есть вы видите, как падает? Конечно, также наблюдатели, также у нас видеонаблюдение, и еще у нас эти ящики для голосования находятся в поле зрения сотрудника полиции, который обеспечивает безопасность. Вот если это происходит, человек как? Задерживается, проводятся с ним какие-то работы? Если данный инцидент происходит, ящик опечатывается, гражданин задерживается, доставляется в органы внутренних дел, и дальше с ним уже работают компетентные сотрудники, устанавливают, что он туда, значит, имел возможность сбросить, с какой целью, его мотив, ну и прочее, прочее. То есть если это действительно, ну, одно дело хулиганская выходка, другое дело, когда был прямой умысел на искажение волеизъявления избирателя, и здесь уже вплоть до уголовной ответственности. Испорченный бюллетень, это когда, ну, когда пустой бюллетень бросают, он как вот в разочек и бросил пустой бюллетень. Ведь кто-то может поставить во время подсчета голосов? Кто-то может поставить две галочки, например, или три, или за всех, или... Написать какую-то вообще постороннюю историю фамилию. Написать какую-нибудь гадость. Или гадость написать, оскорбительную, например. Это недействительный бюллетень. Этот бюллетень будет недействителен. В момент подсчета голосов он будет, значит, извлечен из общей массы бюллетеней. И так и будет называться это... Будет, соответствующим образом, погашен. То есть уйдет в погашенные бюллетени. Будет называться бюллетени, как они... Конечно, у нас погашенные бюллетени, это все бюллетени, которые не были использованы. То есть, когда в последний день голосования, после окончания времени для голосования, в первую очередь, как раз такие бюллетени гасятся. То есть, те бюллетени, которые не были выданы избирателю, которые не были погружены... А, ну да, просто отчистка пошла, потом уже считается... Конечно. У них отрезается уголок у всех сразу, и такие бюллетени без уголка, они уже недействительными. Ну и, собственно, вот этот испорченный бюллетень также будет недействительным. Хорошо. Документы, насколько я понимаю, для тех, кто пришли, только по паспорту могут? Только по паспорту, да. Для военнослужащих это еще военный бюллет. И немножко о дистанте давайте поговорим, потому что важная история. Все три дня можно проводить, зарегистрировавшись заранее, можно в онлайн-варианте проголосовать. В то же время, да, с 8 до 20. Позвольте, я тогда про формы голосования расскажу, а на дистанте мы сконцентрируем наше внимание. Значит, у нас есть четыре формы для голосования. Любое для избирателя доступно. Никаких ограничений, в принципе, здесь нет. Значит, первая форма, это традиционная форма для голосования, когда избиратель приходит на избирательный участок, получает у члена участковой избирательной комиссии бюллетень, проставляет отметку за своего кандидата, опускает ее в ящик для бюллетеней. Это традиционная форма. Далее, если вдруг избиратель находится вне места своего жительства, он может находиться в командировке, на даче, в отпуске, в путешествии. Да, понятно, да. Тоже может реализовать свое активное избирательное право путем участия в голосовании. Каким образом это происходит? До 11 марта ему необходимо подать соответствующее заявление, либо через портал госуслуги. Для этого нужно иметь авторизованную учетную запись. Первый момент. Второй момент. В любом МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии, и вот уже начиная с 6 марта, как раз позавчера начали принимать участковые избирательные комиссии такие же заявления. То есть, если человек находится в республике Коми, он может явиться в любую участковую избирательную комиссию и оставить заявление, что он хочет проголосовать в республике Коми или, допустим, в республике Адыгея. У нас электронное взаимодействие налажено, поэтому такую возможность мы предоставляем. Также мы с вами уже говорили по поводу голосования на дому. Это когда за 10 дней можно позвонить в участковую избирательную комиссию, сообщить о том, что гражданин не может. Ну вот, давайте уже завершать. И дистант. Дистанционное электронное голосование. Значит, чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, необходимо до 11 марта через портал Госуслуг подать соответствующее заявление. Оно формируется автоматически, в этом никаких проблем нет. И самое интересное, что при участии в дистанционном электронном голосовании проголосовать можно, внимание, с 8 утра 15 марта по 8 часов вечера 17 марта, без перерывов, круглосуточно, абсолютно точно. Это самый протяженный во времени способ для голосования. Ну что же, огромное спасибо, Анатолий Викторович Трубников, председатель территориальной избирательной комиссии города Люберца. Мы, по-моему, все вопросы обсудили. Так что остается только запомнить, что выборы состоятся с 15 до 17 марта. Любые варианты есть для того, чтобы в них принять участие любому гражданину, проживающему в Люберцах, и даже если вы где-то будете находиться далеко от Родины. Ну и в завершение спасибо вам большое. Я тоже хочу поздравить всех наших замечательных дам с 8 марта, пожелать вам всего самого доброго и понадеяться на то, что мы стараемся все делать для того, чтобы ваша жизнь была романтичней, лиричней, ну и, скажем так, краше. Ну и помните всегда, ты женщина, и этим ты права. Это была программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин